Всем привет, друзья! С вами Амик, и мы продолжаем играть в Dungeon Dogs. Ну и, конечно же, мы сегодня будем проходить квестики Танец в лесу и дополнительные квесты розовые, вот эти, Барка Пола. В общем, сегодня будет очень интересно, друзья. Обязательно ставь свой лайк, 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 потому что это очень важно, чтобы сделать продолжение к следующей серии. Ну что ж, начинаем, друзья. Начинаем с того, что нам нужны, во-первых, ресурсы. А, ресурсы вообще для всего, оказывается, надо. Я тут вообще посчитал, сделал такие небольшие расчеты. И чтобы прокачивать всех псов, нужно столько ресурсов. Плюсом, конечно же, я хочу апгрейдить свой домик. Ну что ж, давайте начнем с дополнительного вчерашнего задания, на котором мы с вами остановились. И Кен, кстати, сейчас получит свой шестой уровень. Вау, наконец-то! Вот это молодец. Так, нам дали много чего интересненького. И... И часто мятежники от... Раба... Да, да, да. Начинаю... Просыпайся, просыпайся. И часто мятежники отстраивают библиотеки на базе. Поппи тоже думала об этом. Пустая трата пространства. Тут могла бы стоять большие... Тут могли бы стоять большие машины войны. Зачем мы пришли сюда, Кен? Вместо разглядывания книг, я бы предпочла расспросить Фрэнсиса о машине, которая его сюда отправила. Вот. Эту старую карту нарисовал исследователь Барка Пола. Гильдия исследователей посчитала его безумным. Но взгляните на это. За великими водами есть целый континент? Может, отправимся туда? Это и есть катание? Так мы живем в одной вселенной! Ничего себе. Возможно. Теперь ты знаешь, куда его отправлять, Лира. Это поможет? Эх, да. Нам просто нужно разобраться с телепортом для начала. Слушайте, друзья. Тут все становится более понятно, да? То есть, это одна большая вселенная. Просто они на разных материках. Это очень интересно. Так. Уровень капитана повышен. Отлично. 14 уровень. Здорово. Сейчас мы будем просыпаться. Просто я сегодня с самого утра это записываю. Все еще только-только открыл глазики. Так мне игра сильно нравится. Я прямо готов в нее сейчас постоянно играть. Так. Нужно вот это забрать. О, смотрите, какая накидка прикольная. Нет, слушай. Мне даже накидочка нравится. Сейчас пока в ней побегаем. Я буду постоянно менять внешний вид у моего генерала. Так. Давай-ка посмотрим, что там дальше. Во-первых. Во-первых. Конечно же. Хочу сюда и зайти. И Иня. И Кена. Отправляем в поход. Хотя, по сути, я бы, конечно, уже то-то начал делать. Я вот думаю, вообще, может быть, вот эти зеленые лапки. Их вообще убрать из своей коллекции. Ну, вообще этих щитков убирать. Вот так. Не раздумай. Просто делай шаг. Молодец. Нет. Не смотри вниз. Смотри мне в глаза. В глаза. Ты можешь делать это спиной вперед. Я никогда не наступаю туда, куда не должен. Кажется, я чувствую странный ритм. Сейчас я тебя отпущу. Просто не спускай с меня глаз. Я замедлюсь до твоего темпа. Ладно. Так. Танец в лесу. Угу. А здесь... А, нет. Нам пока что не хватает наших щенков. Естественно, сейчас отправляемся в бой. У меня... Ооо. У меня эликсиров нет. Вот это, кстати, будет, наверное, проблемкой для нас. Ну, ладно. Ничего страшного. Сейчас мы попробуем. Попробуем победить все эти волны. А там уже разберемся. Ну, что ж. Мы практически справились уже. Да, да, да. Мы справились с этими волнами. И готовы смотреть дальше. Что там все-таки будет в квестике. Да, заходим в доску объявлений. В доску квестов. Ой. Большая удача. Это хорошо. И смотрите. Как вы видите, я Ине уже прокачал, кстати, до седьмого уровня. И это я сделал. Сейчас я вам расскажу чуть попозже, после того, как мы прочтем. Эй, Кен. Что ты собираешься делать после того, как все будет кончено? Когда мы сразим короля и вернем собакам Вульфи с Вульфи и свободу. Открою чайный домик. Ха-ха-ха. Что? Что-то типа ресторана. Но подавать в нем будут только чай. И у нас будут горячие источники, на которых можно будет принимать расслабляющие ванны. Коты и собаки будут заходить туда разгоряченными и выходить умиротворенными. Хе-хе-хе. Подожди. Коты тоже? Ты же сама сказала, что мы сражаемся за свободу. Для каждого. Раз так, я бы хотела видеть хоть одного кота, решившего присоединиться к нашему делу. Будь ты кошкой, стала бы ты присоединяться к мятежу. Или бы предпочла тихонько сидеть в комфортной библиотеке с сотнями магических книг. Понимаю. Да, кстати, я тоже понимаю. Прекрасно. Так, а что это у нас? Смотрите-ка. Ого, мы что, на новом этапе что ли? Ну-ка давай-ка забежим, посмотрим. Может быть действительно там новый этап, оказывается, в истории. А я это все пропускаю. Танец в лесу. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Это, 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 это что? Это походу дело, друзья, последние квестики у нас на пути. В общем, что я хотел рассказать. Что я хотел рассказать, показать, пока мы их отправим в... А, опять же читать точно. Ой, да ну. Почему именно болото? Кстати. Кстати, так с кем мы все-таки должны встретиться? Он зовет себя Алым Ветром. Звучит таинственно. На самом деле его зовут Финн. Но я тебе ничего не говорил. Финн? Ха-ха-ха. Поняла. И он прячется на болотах? Я действительно понятия не имею, где он работает. Но именно здесь мы встречаемся. Существа редко заходят на болото. Думаю, причины понятны. Да, тут отвратительно. Отвратительно просто. Это должно быть нужное дерево. Что нам с ним делать? Дунуть в эту дырку. Вау, эта штука похожа на гигантскую флейту. Теперь остается только ждать. Ага, Алый Ветер. Все, мы туда зарядили наших песиков. Ну и вообще, что я хотел рассказать. Все, начинал, начинал. И мне игра никак не давала. В общем, в казармах я бы хотел, наверное, всех... Вот, например, есть Мирам, да, например. Его берешь вот так вот и отпускаешь. Потому что он нам, в принципе, особо и не пригодится. Нельзя отпустить избранного. А как его убрать из избранного? Хотелось бы узнать. Так, вот, скорее всего, вот это, да, показано. Все, мы можем его спокойно отпускать. В принципе, он нам в дальнейшем не пригодится. И за счет этого мы получаем огоньки. И я бы хотел коллекцию-то только собирать среди легендарных и мистических, да? То есть, как-то так. А вот зелененькие, редкие, их просто, просто распылять, да? Вот по факту можно и кили тоже то же самое сделать. У меня уже есть подобный боец данной способности. И, в принципе, можно его отпустить. Вот таким вот способом. И, я думаю, может быть, только оставлять календарные, мистические, легендарные. Вот, вот как-то так. А зелененьких потихонечку-потихонечку уже отпускать. Ну, то есть, вот смотреть. Так, вот Берни, например. Очень интересный у него, конечно. Ну, в общем, вы поняли, да? Что я хочу сделать. Я, наверное, всех их сейчас подпускаю, которых у меня нет. Ну, во-первых, первые уровни, они мне особо не нужны. Так, из избранного надо убрать. Так. Подтверждаю. Видите, у меня есть Рекс. Но у меня есть Каспар. С данным умением. Ну, и с таким умением у меня, кстати, тоже есть. Так что мы можем спокойно-спокойно зелененьких распускать. Так, отпускаем Рекс. А, нельзя. Снова избранное. Ничего себе, сколько избранных. Так, подтвердить. Я уверен. Отлично. Вот, видите, у меня уже потихонечку-потихонечку... Я, конечно, не буду Поппи пока убирать. Кена, потому что и Лиру. Во-первых, они как бы, ну, как бы основные. У меня пока что персонажи. Хочется... Хотелось их прокачать, а уже потом их отпускать. Так, вот. И Рокбелл. Скорее всего, Рокбелла мы тоже... Да, мы его тоже, скорее всего, отпустим. По одной простой причине. Он нам просто не нужен. Ну, серьезно. Пока он нам не нужен. У нас есть стик, например, который нам буквально там вчера выпал, да. Мы его, естественно, можем прокачать. И вот за счет этого, я думаю, что и будет все у нас отлично и хорошо. Плюсом, плюсом мы можем эволюционировать. Уже выбрать кого-нибудь, кого будем эволюционировать. Например, вот тебя можно? Нельзя. Потому что не хватает вот этих вот прекрасных огненных... О, че, все. А их можно, интересно, менять? Ну-ка. Сейчас бы просто стало интересно. А их можно, например, в алхимии где-нибудь? Нет, здесь нельзя. Сейчас. А вот здесь вот? А, тоже нельзя менять. Ну, ладно, ничего страшного. Я думаю, что где-нибудь мы этот обмен найдем. Далее, давайте зайдем в коробки. Я бы хотел открыть еще одного редкого, либо мистического песика. И это Гаспарда. Да, его, кстати, можно... Гаспардам можно сразу же, сразу же делать обмен. Вот, заходим в казарму и попробуем сделать на Гаспарде обмен. Потому что он у нас уже есть. А где он у нас? Где у нас новый Гаспард? А, вот он, вот он, вот он. Видите, мы его можем спокойно отпускать, потому что... Он у нас неизбранный, да. Мы его можем спокойно отпускать. У нас, смотрите, как раз, как раз, друзья, как раз... Сколько нам осталось? Еще два. Еще два вот таких огонька, и будет вообще огонь. Как бы это ни странно звучало. Да, ну, конечно же, нужно собирать все ресурсы. И отправляемся смотреть, что же нас там ждет дальше. Ну что ж, квестик вроде как мы даже закончили, да. Так, «Алый ветер». Продолжение, как говорится, следует. И, 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 смотри, то-то практически получил свой опыт. Но нет, подожди. Финн должен услышать этот звук? Я бы по ошибке приняла его за птичку. Если бы была залита другими делами. Его зовут «Алый ветер», помнишь? И я могу распознать этот звук на любом расстоянии отсюда до нашего лагеря. У тебя должно быть магический слух. Неа, просто хорошо натренированный. «Где заходит солнце?» О, прикольно. Это Финн, оказывается, да? Ах, откуда ты взялся? А, это лисы, кстати, помните, да? О которых говорили котейки. «Где заходит солнце?» Там, куда ты посмотришь. Что? Хорошо. А теперь, кто, черт возьми, это такая джентльменское соглашение. Слушайте, а это хорошо. Заметили, да, постоянно уровень? Он понижается. То есть, это именно дает нам прокачку какую-то. Ага, мы можем раз взять Кена. Хотя, знаете, на этот раз... А, нет, стоп. Мы Иня, например, могли взять. И... То-то. Да, пускай мы будем теперь его прокачивать. Потому что Кена я не особо хочу прокачивать. Я же сказал, что буду теперь именно зелененьких песиков. Я их не буду прокачивать. Я их просто оставлю. Пока Кена я оставлю. Я не буду за него получать дополнительные огоньки. Но у меня уже есть тато, которого я бы хотел, естественно, лучше прокачивать. Потому что он более интересный, как мне кажется. Ты помнишь наше первое правило, парень? Я могу объяснить. Помнишь наше первое правило? Что оно гласит? Ты можешь просто ответить на мои вопросы. Никаких посторонних. Особенно, если они... Сыпочки. Ха-ха-ха. Сыпочки. Вот что оно гласит. Это было джентльменское соглашение. Мы делаем это тайно. Без лишних глаз и ушей. И единственный способ сохранить это... Не вовлекать в наши дела никаких цыпочек. С ним все нормально. В прошлом у него были проблемы с дамами. Хе-хе-хе. А-а-а. Все понятно. Ладно, сейчас посмотрим, что там за задание следующее. Уже становится более-менее интересно. Что же там будет дальше? Что за джентльменское такое соглашение? Не, ну я уже понял, в чем вообще прикол. Сейчас мы, кстати, надо эликсирчики восстановить. И, наконец-то, победить. Ха-а. Джентльменское соглашение готово к сдаче. Отлично. Так, ну что же. Мы тут получили уровень на ТАТО. И это хорошо. Ну а дальше идем. Может, ты уже прекратишь разглагольствовать? Ну, не знаю. Только в случае, если эта дамочка будет молчать. А? А? Я не скажу ни слова. Ага. Ага. Вот я тебе и подловил. Видишь, тебе подобным просто нельзя доверять. Ох. Так вот, как ты заговорил. Лира. Позволь мне все уладить. Нет. Позволь мне все уладить. А? Надеюсь, это изменит твои взгляды, алый ветер. А теперь затихни и дай нам сказать. Так. Старый лис. Эээ. Кстати, снова. А почему, интересно, так сильно понизился уровень? Был прямо до шестого уровня. Я думал, там подготовить своих щенков. А оказывается, их особо и подготавливать-то не надо. Так. Лира у нас есть. Но я лиру не особо хочу прокачивать. Я хочу уголька прокачивать. И... Гаспар. Да, ладно. Хорошо. Гаспар так Гаспар. Мы раскрываем белое дерево с фиолетовой листвой. Слышал о нем? Неа. Ты знаешь, кого-нибудь, кто мог знать о нем хоть что-то? Это для пророчества. Неа, я ничего не знаю о каких-либо пророчествах. Кто-нибудь из твоего клана может что-то знать? Алый ветер. Это касается только революции. Ты должен узнать, Уилл. У-у-у-у-у. Что такое Улл? Это имя, да? Эта девочка ударит прямо в сердце. Если подступишь ее слишком близко к себе. И ты больше никогда не будешь прежним. У вас где-нибудь запись этого... У вас есть где-нибудь запись этого пророчества? Так. Вот. Я отнесу это нашей провидице. Оставайтесь тут. Я вернусь через час или два. Вот тут-то... Улун? Это я. Как чай Улун. Это было первым, что пришло мне в голову. Аааа, понял. Я тоже не сразу понял, кто это такой. Оказывается, это Кен. Ха-ха-ха. Кен это Улун. Улун, а А.К. Кен. Ну ладно, идем дальше. А вот и квестик наконец-таки назакончился. Так, большая удача у нас. Это хорошо. Снова мы с вами победили, так сказать. Как давно ты знаешь этого странного лиса? Мы встретились незадолго до начала войны. Это было слишком давно. Я наблюдал за тем, как он превратился из благовоспитанного дворянина в то, чем он сейчас является. И все из-за войны. Я думал, а ты сказал, что это произошло из-за девушки. Он так думает. Они были на одной стороне до начала войны. Он выбрал сражаться на стороне мятежников. И, ну, она не пошла за ним. Эта история стара как мир. Ай, ладно. Давай немного перекусим, пока есть время. Так, пророчество. Что там за пророчество? Мне там уже даже интересно стало. И знаете что? Мы с вами, знаете, как сделаем. Мы прям вот так вот. Иня сюда отправляем. Так? Отлично. Улун. 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 Какое же странное... Короче, Кен. Я его буду просто называть Кен. Ну, смысл Улун называть. Кен, откуда ты достал эту бумажку? Во вражеском северном лагере. Мы не знаем, откуда оно у них. Оно ложное? Правдивое? Наша правдивица улыбнулась, увидев это. А она никогда не улыбается. Она сказала, что это дерево находится в пустынях. В пустынях? Это очень далеко, на севере, за их лагерем. Если мы уйдем, остальные могут оказаться уязвимыми для атак. Мы всегда уязвимы, Лира. Провидица дала какие-то подробности, Алый Ветер. Нет, но она смотрела на меня так, как будто что-то знали. Что-то она там не сказала. Пообещай, что ты никогда не станешь такой, Лира. Загадочным пророком, который всегда не договаривает. Никогда. Благодарим тебя за помощь, Алый Ветер. Без проблем. И держи эту дамочку на расстоянии вытянутой лапы от себя. Терять их в большинстве случаев так больно. Эх, влюбленный лис. Как мне его жалко. Ладно, отправляемся мы еще на один квестик. Параллельно будем все это делать. Потому что... Вот, видите, Поппи у меня есть. Но у меня есть теперь Лулу. Лулу, мне кажется, лучше ее прокачивать, чем Поппи. Так, давайте мы попробуем все-таки два квеста подряд сделать. Ух, Поппи, ненавидит дождь. Лира, выключи его. А мне, ты думаешь, он нравится? У меня больше шерсти, чем у тебя. Становится все хуже. Но мы только выяснили, что катание находится прямо за морем. Как это произошло? Лира, не могла бы ты усмирить его. Гроза сейчас совсем не кстати. Потому что она... Она может вызвать лесной пожар. Знаю, но у меня родилась простая, просто изумительная идея. Фрэнсис, я знаю, как доставить тебя домой. Опачки. Вот это уже, кстати, интересно. Фрэнсис, я думаю, что действительно может отправиться уже очень скоро. Ладно, пока я попробую эти два задания выполнить, друзья. Ну, а мы увидимся уже буквально по щелчку. Бум. Ну что же. Вот, вроде как, и выполнил задание. Причем и гроза усиливается. И пророчество. Я выполнил. Давайте начнем сначала с пророчества, да? Потому что я думаю, что будет так проще в понимании. Нам нужно усилить нашу оборону. Если мы собираемся покинуть лагерь, согласен. Это должно быть первым, на чем мы сфокусируемся по возвращению. Предположу, что ты будешь против, если я предложу магическое решение. Я не настолько доверяю магии, чтобы доверять ей безопасность восстания. Нам нужен хороший план и блестящее исполнение. Магия состоит из хорошего плана и блестящего исполнения. Кен, перестань притворяться. Будто не слышишь меня. Ты же буквально недавно рассказывал мне о своем суперслухе. Кен! Скучающие сестрички. Хе-хе. Сейчас мы, кстати, можем узнать о том, кого любил тот самый лис. В общем, у нас тут еще гроза усиливается. Давай-ка мы тоже выполнили это задание. И сейчас-то посмотрим, что же там случилось. Что это? Громотвод! Если мы поднимем его, то сюда ударит молния. Ты же понимаешь, как попал сюда. На молнии? Но это звучит вообще небезопасно. Ты должен был подумать об этом, прежде чем связаться с магией дельпортации. Давайте поднимать его. Окей. Так, не думаю, что он работает. Я вижу. Хм, надо поднять его повыше. А? А? Нам нужно подняться к нему, чтобы вокруг не было деревьев. Итак, поднимаемся на гору. Вперед! Вперед! Так, нам бы сейчас как бы... Как это разделиться? Давайте, что мы будем сегодня выполнять? Нет, давайте все-таки лулу отправим и уголек. Ага. Слушайте, а нам уже не хватает четырех котей. Ой, котей, говорю, щенков. Нам не хватает. Давай-ка, знаешь мы, что сделаем? Мы сейчас, во-первых, сделаем следующий ход. Улучшение нам бы сейчас... Вот, видите, активные слоты героев. Давайте мы его увеличим. Отлично! Теперь наша казарма просто блестящая. И у нас теперь пять щенков можно использовать в наших квестах. Окей. Тут мы, естественно... Нет, 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 нет. Мы уголька. А вот попи... Попи мы, наверное, поменяем. Поменяем попи на... На лугу, да. На лугу поменяем. Отправляем их на квест. Чем займемся, сестрица? Мне скучно. Мне тоже, мини-я. Ха-ха-ха, мини-я. Может, мы должны совершить набег на вражеский лагерь? Или атаковать какую-то из этих повозок? Свинтить колеса с их тележек и обокрасть. Знаешь что, мини-я? Это звучит замечательно! Ха-ха-ха-ха. Ну да, как всегда, попи и мини-попи отправляются... А, вот, смотрите, теперь у нас небольшие проблемки. Нужно решать, кого возьмем. Давайте возьмем все-таки... Хотя, а можем... А можем и так сделать? О! Фриклс. Мне, кстати, фриклс просто нравится очень сильно. То-то... Потом давайте фриклса возьмем. И возьмем... Возьмем попи. У нас попи, оказывается, только с данным скиллом есть, да? Ну ладно, давай попробуем, посмотрим. А, вот, уровень недостаточно силен. Ну, тогда нам нужно кого-нибудь другого выбрать. Хорошо, ладно, без проблем. Давайте Лиру возьмем, то-то и, конечно же, попи. Так, отправляемся на пас. Почему попи идет с вами? Не слу... На случай, если мы попадем в беду. И вы не сможете сами с этим разобраться? Я думал, что ты ненавидишь лениво сидеть на базе. Попи ненавидит дождь сильнее. А как далеко до этой вашей горы? Сначала мы должны достаточно отойти от леса. Иначе мы рискуем быть замеченными. Враги охотятся на вас даже в такую погоду? Какая... Какая преданность своему делу? А еще я хочу добраться до самой высокой вершины в округе. Лучше перестраховаться. Ух, предстоит долгая прогулка под дождем. Какая радость. В кавычках, естественно. Ты слишком много ноешь для кота, которого спасают. Вы уже можете заткнуться и сделать мне магический зонтик. Вы маги такие ленивые. Ну, слушай, неплохо. А вот это мне уже нравится. Смотри-ка. Мы сразу можем отправить пятерых собак. Это круто. Ладно, вперед, друзья. Вперед. Будем сейчас испытать свою удачу. Ага. Ну что, первый квестик выполнен. Давай-ка его тоже посмотрим. Может быть, там что-то еще интересненькое будет. Ага. Пошли порубим на ветчину первого же кота на пути. О, да. У них против нас не будет и шанса. Хе-хе. Такие вообще смешные. Вы на них только посмотрите и вдумайтесь, что они вообще говорят. Где мы, кстати, найдем плохих котов? Где мы, кстати, найдем плохих котов? Зрение у вас неплохое. Этот лес огромен и полон множества хороших мест для укрытия. В любую секунду враг может напасть на нас из засады. Но может мы уже подготовились? Но может мы уже подготовились? Ну, такой пупсик. Прикольный. Нет, прикольный. Вот эти вот всякие пупи, они вообще очень прикольные. Дым, дым. Задание дым. Отправим снова, я думаю, Лулу, да? И уголек. Да. О, как раз. Смотри-ка, что мы сможем задать. Сестрица, тут повсюду дым. Ты права, меня. Он исходит от лагеря, из которого мы пришли. Из какого именно? Того. Мы украли их катапульты и подожгли их шатры. Изумительно. Похоже, они были недостаточно хороши, чтобы осилить его тушение. Ха-ха-ха. Давай посмеемся им прямо в роже. Какие же они милые. Даже такие вещи, когда говорят, все равно такие улипушки. Отлично. Еще с одним заданием исправились. Ну, сегодня, слушайте, сегодня очень мы хорошо идем. Я действительно подготовился на сегодняшний день. И прям хорошо так. Вестики проходят, но замечательные. И я дальше, я думаю, прокачивать буду песиков, чтобы нам было попроще проходить сюжетки. Вот так, бегите, глупые кошки и тупые предательские псы. Эй, погляди на этих крутых парней. Рейдеры, что ли? Пошли поболтаем с ними. Волки-мародеры. Ага. О, это уже поинтереснее. Смотрите, уже пятый уровень должно быть у наших щенков. Это хорошо. А, с добрым утром, дети революции. Прекрасный день для грабежа, не правда ли? Ты нас знаешь? Папе не удивлена, что ее репутация опережает ее саму. Я знаю мятежника с первого взгляда. Так плохо, что вы не присоединитесь к веселью. Мы уже все тут обчистили. Вам достается только мусор. Правда? Казалось, что здесь размещен целый батальон. Могу ли я присоединиться к вам? Вы выглядите круто. Ты скрываешь свою волчью сущность, малышка? Нет. Тогда тебе нет места среди нас. Не переживай меня, ты все равно не захотела бы к ним присоединиться. Там, откуда они пришли, слишком холодно. Ага. Волки-мародеры. Интересно, кстати, а что они дальше сделают с нами? Или что вообще? Произойдет. О, у нас тут куча ресурсов накопилось. Надо их, конечно же, собирать. Вообще, с ресурсами нужно постоянно иметь дело, потому что, ну, во-первых, можно все сразу прокачивать. И я, кстати, нужно заняться будет в следующей серии обязательно этим, чтобы прокачать базу. Потому что я хочу уже немножко... Ааа, я пропустил, пропустил. Э, нет, ты просто оставил нас снаружи. Ох, ну вам пора уходить. Здесь не осталось ничего ценного, кроме угля. Нам не нравится уголь. И мне не нравится твой тон, леди. Из-за этого я начинаю злиться. И вы не хотите узнать, что происходит, когда попе злиться? Никогда не поднимай лапу на волка. Иначе можешь лишиться ее. Вау, она такая крутая сестрица. Когда я вырасту, я тоже хочу стать, как она. Рааа. Слушай, ну, у нас появились волки теперь. Это приколь достаточно. Так, ну что, тут еще один герой. Нужен уголек. Я думаю, что давайте мы вот выполним этот квестик. И... Ну что, да? Все до сегодня. Только поглядите, кто я... Э, только поглядите, кто явился. Не соскучал... Не соскучали на свой скучный... Слушайте, я сегодня вообще плохо читаю. И как будто проснуться и взбодриться. Мы получили необходимую информацию. Так, малышка Пуф, не могла бы ты собрать остальных в военной комнате? Я что, какой-то паршивый посыльный, по-твоему? Я воительница? Это очень важно, Пуф. Ладно, я соберу, ребят. Но ты отныне у меня в долгу, парень. Хе-хе-хе, это такое прикольное. О чем мы будем говорить? О том, как усилить наше укрепление. И спланируем миссию в пустыне. А, скоро мы отправляемся, видимо, в пустыню. Ну ладно, слушайте, 19 минут. Это все будет длиться. И у меня нету эликсиров. И это проблема. Слушайте, а давайте-ка мы тогда, знаете, уже все это протестируем в следующей серии. А пока я думаю, что мы с вами можем немножко позаниматься следующим. Во-первых, открыть коробку с костюмами. У меня была, я ее забыл открыть вначале. Так, и мы получили вот такой прекрасный топор. Сейчас его, естественно, посмотрим. Слушай, а там что у нас еще что-ли есть? Стоп, 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 стоп. Драгоценные камни через... Через сколько? Через сколько они? А, в этой коробке содержатся... Стоп, а подожди. А я думал, что они каждый день даются. А вот, через 6 дней, оказывается, нам еще дадут одну коробочку. Ну ладно, вот у нас есть еще коробки. За 30 тысяч золота мы можем приобрести. Вот такого прикольного стика. О, так у нас он тоже есть. Мы сможем, получается, зайти в казарму и... И, 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 и что с ним сделать? Мы его сможем тогда распылить. Ага. Давай, отпустим его. У нас он точно есть. Смотрите, нам еще одного огонька не хватает. К сожалению. Так, нам нужно еще вытрясти из... Из псов. Немножко золотишко. И, конечно же, мы сейчас с вами, знаете, что сделаем? Мы сейчас, во-первых, еще... Еще... Так, отлично. Кстати, смотрите, сан какой прикольный. Слушай, мне нравится. А это кто такой, интересно? У меня он есть, что ли? Или... Или... Подождите, не понял. А когда он у меня появился... Слушай, он очень прикольный. А-а-а-а, я понял. Это календарный, календарный песик. И он мне вообще нравится. Слушай, я его... Даже в избранном... А, он у меня и так в избранном. Это хорошо. Это очень хорошо, потому что он прикольный. Надо будет его прокачать. Так, кстати, нужно прочитать будет о нем информацию. Потому что я бы его действительно хотел прокачать. Он мне внешне очень сильно нравится. Прям такой прикольный. Так, ну что, мы тут испытания ежедневные прошли практически. Надо еще... А, во, как раз, как раз. Ну-ка, ну-ка, пожалуйста, пожалуйста. Огонечек, огонечек. И... А, не огонек. Я думал, что уже все. Будет очень круто. Так, вытряхивай героев для золота. А, ну давай еще. Давай еще кого-нибудь вытряхнем, так сказать. Чтобы получить еще дополнительное золотишечко. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Быстренько их нужно всех. О, все. Вроде как все. Так, ежедневные испытания. Мы с вами прошли. И это хорошо, заполучили золото. И, конечно же, теперь нам нужно улучшать нашу базу. Нашу базу мы улучшим следующим образом. Раз. Мы улучшим станцию хлама до пятого уровня. И, конечно же, улучшим станцию дерева до пятого уровня. Ну, а в следующей серии, я думаю, что мы улучшим уже станцию до пятого уровня. Именно ткани. Так что я подготовлю все боеприпасы для этого дела. Хотя, возможно, у нас уже будет хватать. А сколько нам не хватает? 150 нужно, да? И сейчас улучшение. Посмотрим. Тут нужно 310. Вот. Завтра мы все это сделаем, друзья. Ну, давайте так. Вы ставите лайкосик, а я делаю для вас продолжение. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Чтобы это самое продолжение увидеть первым. Ну, а с вами был Амик. Удачки в прокачке. И всего хорошего. Пока-пока. Бум.